Есть ли на российском рынке дивидендные аристократы и какую доходность предлагают такие компании инвесторам? Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture. К сожалению, если смотреть на российский фондовый рынок в долларах, то здесь динамика акций выглядит не очень ободряюще. Посмотрите на динамику индекса РТС за последние несколько лет и поймете, что, конечно, валютная волатильность играет дурную шутку с российским фондовым рынком. Но у нас есть компании, которые выплачивают весьма щедрые дивиденды в рублях и сегодня предлагаем о таких компаниях поговорить. Мы рассмотрели динамику дивидендных выплат российских компаний с 2007 по 2020 годы для того, чтобы у нас была возможность оценить, как эти компании меняли свою дивидендную политику в кризисных ситуациях. В классическом понимании этого слова дивидендные аристократы на американском рынке – это компании, которые наращивают или, по крайней мере, не сокращают дивиденды хотя бы 25 лет подряд. И в Америке таких компаний много. Понятно, что российский рынок молод, но если уж кого-то называть дивидендным аристократом, то, конечно, первая компания, которая приходит на ум – это «Лукойл». Мы видим, что эта крупная нефтегазовая компания за последние 13 лет уменьшала дивиденды всего один раз в 2013 году. Все остальное время дивиденды постепенно росли. А в 2019 году наблюдался резкий рывок наверх. Даже коронакризис «Лукойл» сбить компанию с курса щедрых дивидендных выплат не сумел. И в 2020 мы, вероятно, увидим выплаты даже более высокие, чем в 2019. Но нужно обратить внимание также и на то, что такая стабильность в дивидендной политике дается компании довольно нелегко. Суммарные дивиденды составят 220% от чистой прибыли, что, конечно, является настораживающим фактором. Но, так или иначе, средняя дивидендная доходность «Лукойла» за последние 5 лет – 6,6%. И при этом, покупая акции «Лукойла», мы, по сути дела, покупаем такой довольно защитный актив у компании. Помимо щедрых дивидендов, хороший кэшфлоу, свободный денежный поток. И если в последние несколько лет мы видели, что рост котировок был во многом спровоцирован именно байбэками, которые проводит «Лукойл», то сейчас, вероятно, эти средства будут направлены как раз-таки на дивидендные выплаты. Вторая компания относится к телекоммуникационному сектору, который традиционно считается защитным, потому что бизнес телекомов довольно устойчив к разнообразным кризисным ситуациям. Но если мы посмотрим на акции компании, о которой сейчас говорим, а это компания МТС, то увидим, что в 2008 году ее акции довольно заметно опустились. Размер дивидендов на одну акцию не менялся даже в ходе кризиса 2008 года. И также события 2015 года также на дивполитику компании не повлияли. Но при этом отметим, что темпы роста дивидендов компании МТС относительно невысокие, но зато мы видим плавный рост и стабильность выплат. Поэтому МТС вполне можно отнести к российской версии дивидендных аристократов. Средняя дивидоходность МТС за 5 лет 10,7%. Конечно, в коронакризис МТС тоже пострадал. Здесь есть и закрытие салонов, здесь есть и фактор того, что в этом году у нас нет туристов, есть отток мигрантов, которые, естественно, являлись клиентами компании. Также не нужно забывать и про обнуление доходов от роуминга. Но так или иначе, скорее всего, мы увидим все тот же стабильный денежный поток у компании. И по дивполитике МТС платит не менее 28 рублей на акцию. С учетом спецдивидендов за 2020 год получится не менее 41 рубля 25 копеек на одну акцию. Следующая компания в нашем списке, которая интересна, может быть, с точки зрения дивидендов, это, конечно, Газпром, национальное достояние. Если посмотреть на динамику выплат, то мы видим, что в 2009 по итогам 2008 Газпром, конечно, дивиденды довольно солидно порезал. Но дальше более или менее плавно, там с некоторыми перебоями. Но мы видим, что дивиденды фактически возрастали. И ситуация поменялась после того, как Газпром, как госкомпанию обязали наращивать дивиденды и потихонечку привести выплаты к 50% от чистой прибыли. И мы видим, что дивиденды за 2019 год, несмотря на все опасения, оказались тоже весьма приличными. Лишь немногим меньше, чем годом ранее. И средняя дивиденды доходность Газпрома за последние 5 лет 6,8%. Но с Газпромом, конечно, нужно быть довольно осторожными, потому что очевидно, что прибыль компании упадет достаточно сильно. И, возможно, долгое время будет оставаться подавленной. И именно поэтому количественное выражение дивидендных выплат находится под вопросом. Ну и также никто не может быть уверен в том, что акции Газпрома продолжат свой триумфальный рост. Еще одна телеком-компания в нашем списке после МТС – это, конечно же, Ростелеком. Крупнейшая, но по факту государственная. Телекоммуникационная компания, стабильности дивидендов которой можно действительно только позавидовать. Минус в том, что дивиденды Ростелекома не показывают устойчивого роста. Если в 2007 году они составляли порядка 3 рублей, то в 2020 уже около 5 рублей. За 13 лет, конечно, хотелось бы видеть, сколько бы то ни было устойчивый рост. Но зато это такая стабильная дивидендная история, если не считать 2011 год, когда компания дивиденды резко сократила. За последние 5 лет средняя доходность 8,3%. У Ростелекома весьма стабильно растущая выручка. Ну, по прибыли, конечно, нельзя сказать, что мы видим какие-то фантастические результаты. Но, тем не менее, Ростелеком – это компания, которая за счет своего отчасти привилегированного положения может стать одним из бенефициаров развития современных технологий в телеком-секторе. Пятая компания – строительный гигант ЛСР. У ЛСР пока нету длинной дивидендной истории, но зато она может похвастаться выплатами в 78 рублей на одну акцию в течение 5 лет. С 2015 по 2019 годы. Коронакризис, конечно, повлиял на компанию, и она все-таки была вынуждена понизить дивиденды. Но велика вероятность того, что уже в 2021 мы сможем снова увидеть это заветное число – 78. Средняя дивидендоходность ЛСР за последние 5 лет – 9,24. И, с одной стороны, понятно, что кризис, конечно, вредит строительной отрасли. Но, с другой стороны, мы также понимаем, что программы льготного кредитования во многом нацелены и на то, чтобы поддержать застройщиков. Не только помочь людям обзавестись необходимым жильем. И, по прогнозам экспертов, эти программы действительно возымеют свое действие и пойдут на пользу. Поэтому сейчас даже у многих аналитиков можно увидеть инвестидей по покупке таких компаний, как ЛСР, ПИК и так далее. Ну, а здесь мы видим действительно еще и такую дивидендную страховку. Компанию Норникель тоже нередко относят к дивидендам-аристократам. Хотя это, конечно, не совсем корректная формулировка. С 2007 по 2012 год ГМК платила максимально низкие дивиденды. Но сейчас мы видим в составе акционеров расхождение позиций. Часть выступает за урезание дивидендов. Часть, наоборот, заинтересована в том, чтобы дивиденды выводить. И именно поэтому в последние несколько лет Норникель действительно показывал весьма приличные дивиденды. И радует здесь именно высокий темп роста выплат в последние годы. Но, конечно, это не типичный аристократ. Несмотря на то, что средняя дивидендная доходность за последние 5 лет 9,45. Сейчас Норникель находится в довольно непростом положении, связанном с авариями. И понятно, что там будут расходы на компенсацию ущерба. Пока непонятно, какими эти расходы окажутся. Но очень вероятно, что все-таки в итоге этой истории мы увидим, что дивиденды будут как минимум сокращены. Не говорим о полном отказе, но тем не менее. С другой стороны, сейчас ГМК торгуется по не самой плохой цене. И если покупать с расчетом на долгий срок, то, возможно, это может стать довольно выгодной дивидендной ставкой. Также упомянем акции Сбербанка. Привилегированные считаются такой более дивидендной историей. Вообще, если посмотреть на график дивидендных выплат, то увидим, что до 2015 года Сбербанк не очень-то баловал своих акционеров высокими выплатами. Но вот в 2017 график выплат резко пошел наверх. Причем здесь мы видим действительно очень высокие и стабильные темпы роста, начиная с 2016 года. Если все-таки по итогам 2020 года никаких решений по сокращению дивидендных выплат мы не увидим, то выплаты по префам, дивидоходность по префам за последние пять лет будет равна 6,2%, что весьма неплохо для такой стабильной голубой фишки российского рынка. Производитель минеральных удобрений Акрон, как правило, не попадает в список дивидендных аристократов до 2016 года. Здесь не было ничего примечательного, но потом ситуация изменилась, и последние пять лет Акрон стабильно выплачивает больше 300 рублей на одну акцию. Нужно понимать, что по дивполитике Акрон платит не менее 30% от чистой прибыли, но так как компания уже прошла пик инвестиционной программы, она может позволить себе и более щедрые дивиденды, что, собственно, и делает в последнее время. Следующая компания-кандидат в дворянское дивидендное сословие – это НЛМК, Новый Липецкий металлургический комбинат. Компания не баловала дивидендами до 2015 года, но зато потом, посмотрите, что творится с динамикой роста дивидендных выплат. К сожалению, коронакризис все-таки ударил по этому победному дивидендному маршу, и дивиденды были порезаны. Но вполне вероятно, что уже в 2021 году компания все-таки сумеет исправить ситуацию. Так или иначе, за последние 5 лет дивдоходность компании составляет 11,2%. По дивполитике, которая была, кстати, изменена в 2019 году, НЛМК балует акционеров ежеквартальными выплатами, и зависит объем выплат от отношения чистый долг к EBITDA. Если он меньше единицы, этот коэффициент, то направляется на дивидендные выплаты 100% свободного денежного потока. Если больше единицы, то 50%. Еще одна металлургическая компания тоже показывает схожую динамику дивидендных выплат. До 2014 года у Северстали были дивиденды весьма скромные, но зато потом компания сумела их существенно улучшить, нарастить. Но здесь грустный момент заключается в том, что еще до кризиса глобального Северстали стало уменьшать дивиденды. Еще в 2019 году выплаты были ниже предыдущего пика. Но так или иначе, дивдоходность компании за последние 5 лет 12%. Это тоже весьма хороший показатель. Сейчас у Северстали ситуация на рынке не очень благоприятная. Это циклический бизнес, и он, конечно, страдает от падения цен. И это падение цен началось еще, по сути, до кризиса текущего. Но так или иначе, это компания со своей нишей, которая имеет хорошие перспективы. У нас, кстати, была распаковка по Северстали отдельная. Ссылочку я оставлю внизу, можете посмотреть поподробнее. Фосагра – компания, которую аристократом точно назвать нельзя. Не такая большая история выплат и нет большой стабильности. Но так или иначе, средняя доходность. Компания дивидендная за последние 5 лет составила 6,4%. Как правило, к дивидендным аристократам относят крупные компании. Но и компании с небольшой капитализацией тоже иногда могут радовать. И здесь нельзя обойти вниманием энергетическую компанию ТГК-1. Дивиденды компании стабильно растут с 2010 года. А в последние несколько лет размер выплат вообще подлетел в космос. И средняя доходность ТГК-1 за последние 5 лет составила 5,7%. Из не самых попсовых компаний на российском рынке можно также отметить, например, префы Пермоэнергосбыта, которые очень и очень радуют дивидендами. И, что важно, их динамикой в последние 5 лет. Ну, по сути, вот с 2017 года мы видим такой неуклонный рост. И средняя доходность за последние 5 лет равна почти 13%. Напоследок, хотела бы сказать, что на российском фондовом рынке действительно много дивидендных историй. Много компаний, которые будут, вероятно, менять дивидендную политику в ближайшие несколько лет. И, конечно, дивидендных аристократов и королей в классическом понимании этого слова у нас днем с огнем не сыщешь. Но российский рынок может быть интересен именно с точки зрения поиска таких дивидендных историй, с одной стороны. С другой стороны, в компаниях, которые пока не находятся в фазе зрелости и которые пока еще имеют потенциал для роста котировок. Мне кажется, вот такие компании на российском рынке нужно разыскивать. И такие истории действительно у нас есть и могут появиться еще в ближайшие несколько лет. Поэтому внимательно изучайте. Мы для вас дали вот такой базовый список компаний, которые радуют стабильными, растущими, достаточно высокими дивидендами. Он не полный, можно его дополнять. И пишите в комментариях, кого еще вы хотели бы добавить в дивидендных фаворитов российского рынка. Ну, а вы уже с этим списком можете работать самостоятельно и выбирать компании, которые вам наиболее симпатичны и кажутся перспективными. В зависимости от ваших финансовых целей и горизонта инвестиций. Друзья, также напомню, что совсем недавно у нас на канале выходило видео про дивидендных аристократов США. Я оставлю ссылочку на это видео внизу в первом закрепленном комментарии, если вдруг вы его еще не видели. Если понравилась наша работа, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, проверить, что вы подписаны на канал и нажать на колокольчик. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Спасибо. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале.